Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Стриптиз в одном из ночных клубов Шахтинска вызвал бурю негодования среди жителей моногородка. Развратные танцы не только ничем не прикрывали, но и выложили в интернет. В деле осужденного учителя Юрия Пака нашли новые обстоятельства. В Карагандинском областном суде началось апелляционное слушание по делу о лжетерроризме. В гибели четырех горняков на шахте Саранская виноват работодатель. К такому заключению пришла правительственная комиссия, которая расследовала причины группового смертельного несчастного случая на шахте Саранская. Жители Шахтинска требуют закрыть ночной клуб, в котором периодически на глазах у посетителей происходят оргии и стриптиз. Мало того, что развратные танцы смогли наблюдать все желающие, так его и разместили в интернет. По словам шахтинцев, данное видео может негативно сказаться на воспитание подрастающего поколения. Это кадры злополучного видео, на котором забесчленный сам стриптиз и дальнейшие его последствия. Голые девушки в масках и париках развлекают посетителей ночного клуба не только раздеванием, но и откровенным приставанием. Они выводят в центр танцпола мужчин, раздевают, а затем целуют их мужские достоинства. Все это действие ничем не прикрыто. Посетителям, похоже, такое поведение стриптизерш пришлось по душе. Жители Шахтинска, увидевшие видео в социальных сетях, стали бить тревогу. По словам людей, такое поведение непозволительно. Видео могут увидеть дети. Ночной клуб нужно закрыть, предлагают они. Вообще, такие заведения должны быть изолированы. Чисто для взрослых, да. Ну, что вот так вот делают сами клиенты, вообще, мне кажется, это неправильно. Что снимают и потом оставляют. Они же знают, что в интернете везде дети сидят, тоже смотрят. Ну, в принципе, неправильно. Но я даже не ожидал, что в нашем городе могут быть такие моменты. Ну, конечно, неправильно. Надо такое прикрывать. Вообще, нельзя, надо не разрешать это, запрещать. А администрация ночного клуба объясняет, что стриптиз в клубе был один-единственный раз. Детей в заведение они не пускают. А как видео попало в интернет, не знают. Это было шоу, это было шоу, приглашенное заранее. То есть, была реклама за три недели, за две недели, за неделю. Это было, то есть, оповещение, реклама, это соцсети и тому подобное, что у нас будет стриптиз плюс приват-танцы именно с гостями. То есть, мы предупреждали, что так будет. Но, конечно, что до такого дойдет, мы даже не ожидали и не думали, что так далеко все, конечно, зайдет, что будет возмущение у гостей. Это ночной клуб, прежде всего, я скажу, это ночное заведение. И по поводу того, что дети и несовершеннолетние, там нет. Я скажу, там нет несовершеннолетних. Проверяется удостоверение личности на входе. Если мы смотрим, что да, люди выглядят молодо, то есть, девочки, мальчики совсем молоденькие, мы смотрим удостоверение личности. В ту ночь, я вам скажу, очень много людей не зашло в клуб. Потому что мы знали, что будет стриптиз, это для взрослых. Прежде всего, еще раз говорю, это ночной клуб. Пока власти и полицейские Шахтинска никак не отреагировали на данный инцидент. Ясно лишь одно. Видео никто изымать и удалять из соцсетей не спешит. А.М. Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском областном суде началось апелляционное слушание по делу осужденного учителя физики Юрия Пака. Адвокат, осужденного за лжетерроризм, педагога заявил ходатайство о допросе специалиста Казахстелекома, который должен пролить свет на эту историю. Однако, допросить свидетеля так и не удалось. Апелляционный процесс начался в 10 утра. В холле суда собрались супруга Пака и его родственники. Также в суд пришли журналисты. Сначала корреспондентов попросили наблюдать за процессом из соседней комнаты через телевизор. В открытом судебном заседании с применением средств аудио-видеопрессации рассматривается уголовное дело в отношении Пака, поступившее по опекционным жалобам осужденного его защитника адвоката Кима. В самом начале заседания адвокат осужденного Сергей Ким заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, таких как ответы за ООО «Казахтелеком», о возможности соединения между тремя номерами служб ЧАЭС и полиции. Также защитник представил суду характеристику на своего подзащитного, написанную на основании опроса знакомых, родственников и соседей осужденного. Дополнительное ходатайство в допросе специалиста «Казахтелеком» Асина. Асин – это действительно официальный специалист, который подготавливает все запросы, он является представителем «Казахтелекома», действительно специалистом, который может пояснить все вопросы, касающиеся механизма технической цепочки производства данных звонков. Судебная коллегия удовлетворила ходатайство адвоката. Для обеспечения явки свидетеля процесс сначала перенесли до 12 часов. Во второй половине прерванного процесса журналистам позволили пройти в зал заседания. Однако радость была кратковременна. Председательствующий судья заявил о необходимости перенести процесс на 28 ноября в связи с новыми обстоятельствами. Значит, в соответствии с требованиями нормы уголовного федерального кодекса, мы будем выяснять в связи с нами новые обстоятельства, и нам необходимо участие самого осужденного. Хотели сегодня подключиться в посредством видеоконференции, видеоконференции, но уже по техническим причинам это делать не можно, поскольку из-за аварии и из-за неизвестного следа. Какие именно новые обстоятельства, судьи не пояснили. Напомним, 3 октября учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. Сейчас осужденный находится в Си-16. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. Причиной смертельной аварии на шахте Саранская угольного департамента Арселор Миттал-Тимиртау явилась преступная халатность. Об этом заявил председатель специальной комиссии Нурбек Кунанбаев. 23 ноября были озвучены результаты проверки со стороны Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустриального развития. В групповом смертельном несчастном случае виноват работодатель. Столь безапелляционное заявление позволяет сделать результат расследования, которое провела специальная комиссия от Министерства индустриального развития. Комиссия обозначила организационные и технические причины, которые способствовали групповому несчастному случаю. Среди организационных отмечено отсутствие контроля со стороны инженерно-технических работников, а также недостаточное количество квалифицированного персонала. Думаю, четко отметили ряд нестыковок, а ряд нарушений, которые были допущены при проектировании техническим отделом. И весь персонал шахты, который подписался под это дело. Далее, есть нарушения в части непроведения испытаний при вводе в эксплуатацию опасного производства объекта с участием государственного инспектора области промышленной безопасности. В законе о гражданской защите под пункт 22, пункта 3, 16 статьи, четко прописано, это обязанность организации вопросов промышленной безопасности. Четко прописано, что они обязаны включать государственные инспекторы по промышленной безопасности для инспекции. Это если каждый монтаж, это считается вновь вводимым техническим устройством, вновь вводимым. По результатам работы комиссии от работы отстранено 16 сотрудников шахты «Саранская», вплоть до директора и его заместителей. Кроме того, специалисты заключили, что администрация Арселор Митталтимиртау виновата в нарушении статей Трудового кодекса, закона о гражданской защите и должностных инструкций. Руководство угольного департамента заявило о своем намерении произвести все необходимые выплаты семьям погибших и пострадавшим. Да, мы с каждой семьей встречались, мы им рассказали, какую помощь они получат. То есть у нас есть целый ряд, скажем так, обязательств, которые коллективным договором предусмотрен. Там 10 годовых заработков, путевки для детей, родителей, супруг погибших, потом возможность обращения за материальной помощью, когда она понадобится, еще обучение детей, обучение супруг. И еще целый ряд позиций, как бы сверх того, что мы коллективным договором предусмотрели, мы дополнительно согласовали, в том числе помощь в улучшении жилищных условий для каждой семьи. Ну и там еще есть ряд позиций. Напомним, в Карагандинской области в результате аварии на шахте Саранская угольного департамента Арселор Митталтимиртау 10 ноября погибли 3 человека и 5 пострадали. Четвертый шахтер скончался в больнице. По информации прокуратуры, в настоящее время ведется досудебное расследование по статье Уголовного кодекса нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Андрей Тенул, Жас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области ищут новые источники водоснабжения. На поисково-разведочные работы в нынешнем году выделено свыше 400 миллионов тенге. В областном Акимате обсудили реализацию программы по обеспечению питьевой водой. К 2020 году все населенные пункты Карагандинской области, от городов до небольших поселков и станций, будут обеспечены холодной питьевой водой. Во всяком случае, такова конечная цель, определенная в государственной программе развития регионов до 2020 года. В нынешнем году была продолжена реализация семи проектов. В общей сложности из всех источников финансирования выделено свыше полутора миллиардов тенге. По итогам текущего года будет построено и реконструировано 7,9 километров водопроводных и канализационных сетей. Введено в эксплуатацию 4 объекта, в том числе 3 объекта по водоснабжению и 1 объект по водоотведению. Завершен проект реконструкции водопроводных сетей село Еген до Ултавского района. Население села получило доступ к централизованному водоснабжению. По итогам года централизованным водоснабжением будет обеспечено 226 населенных пунктов или 53,7%. В городах показатель составит 85,3%. Также благодаря реализации проектов в рамках программы за период 2015-2016 годов снижен износ водопроводных сетей в области с 85% до 69%. Работы будут продолжены. Предварительно на 2017 год поддержано 15 проектов на сумму около 3 миллиардов, в том числе 8 проектов по сельскому и 7 по городским системам водоснабжения и водоотведения. Есть задел на 2017 год ряд проектов, которые нам удалось обосновать правильно и в проект бюджета на следующий год они заложены по финансированию. Но тем не менее, вот эти проблемные вопросы, которые у нас остались, их необходимо принимать все меры для того, чтобы завершить. Понятно, что есть проекты, которые уже, скажем, не один год находятся в реализации в силу различных причин, начиная с технических решений, заканчивая взаимоотношения с подрядчиками, недобросовестными. Но тем не менее, это вопросы, связанные с водоснабжением наших населенных пунктов, поэтому здесь необходимо быть настойчивыми и добивать эти проекты до конца. Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Кайрат Бегимов также доложил, что в рамках программы ведутся поисково-разведочные работы по утверждению запаса подземных вод. В текущем году геодезические работы завершаются по 32 населенным пунктам. Также ведется работа по разработке проектно-сметной документации по 44 селам и двум месторождениям. Начало работ запланировано на 2017 год. В Караганде может появиться спортивный объект международного стандарта. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асулбек Дюсюбаев предложил строительство Олимпийского плавательного бассейна. В рамках развития нового центра Караганды первый заместитель Акима рассмотрел вопрос реализации проекта строительства плавательного бассейна, соответствующего Олимпийским стандартам. Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе с полумиллионным населением не имеется бассейна, соответствующий Олимпийским стандартам. Это будет первый. Сейчас уже делаем отход, то есть заявка поступила через областного администрата управления строительства. Все документы, в принципе, мы можем уже в течение недели увидеть. Посмотреть надо, может быть, здесь этот дом Юж, что-то за штуки оставить? Где-то. То есть на этой площадке? На этой же площадке, в одном месте. Только спутник? Да, как дом. Можно очередями там, в первую очередь построить бассейн, дороги, залы. В целом потребность региона составляет 75 бассейнов. Из них в областном центре необходимо 25. По итогам выездного совещания первый заместитель Акима области Ассулбек Дюсибаев дал поручение Акиму города рассмотреть вопрос реализации проекта на общественном и градостроительном советах с участием депутатского корпуса. Ассель Сознамбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Другие новости. Регулирование социально-трудовых отношений обсуждали в областном филиале партии НОРОТАН. В научно-практической конференции приняли участие руководители области, представители центральных государственных органов, предприятий и профсоюзных организаций. Сохранение внутриполитической стабильности и недопущение трудовых конфликтов является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Участники научно-практической конференции отметили, что сегодня имеются определенные трудности в работе карагандинских промышленных предприятий, возникшие под влиянием мирового экономического кризиса. Спад производства, повлекший за собой сокращение численности рабочих, стал одной из причин возникновения трудовых конфликтов на предприятиях области. Социальные трудовые конфликты, возникающие на промышленных предприятиях, являются одной из главных проблем нашего региона. Об этом свидетельствует, прошедший в прошлом году, протесты на армии рабочих, крупных гражданом рабочих предприятий области, связанных с требованием улучшения гражданной платы и улучшения слоя труда. Все эти проблемы на области были урегулированы в результате с важной работой государственных органов и без строительных комиссий. Как показаны практики, сегодня руководители предприятий неотгодимо полномом устраивают работу в судовом и коллективе. В случае возглавления конфликтной ситуации неотгодимо принимать конкретные методы с учетом мнений рабочих и профсоюзов. Основной целью конференции стал поиск новых методов разрешения социально-трудовых конфликтов путем обобщения опыта практических работников и научного сообщества. В ходе конференции участники обсудили теоретические и организационно-правовые работы регулирования социально-трудовых отношений, роль социального партнерства, а также современные механизмы предупреждения и разрешения конфликтов. Здесь диктата не может быть со стороны одного, даже самого мудрого субъекта. Здесь согласительной комиссии должны быть, здесь должны быть представители работодателей, работников, необъективных посторонних организаций, медиаторов. Поэтому само общество должно расти. Мы не можем хорошие законы привнести, извините, навязать общество. Если общество не растет, законы существуют для бодрствующих. Поэтому каждый работник в совершеннолетнем возрасте, несовершеннолетнем возрасте, пожилом возрасте, он должен сам заботиться о своих правах, естественно, опираясь на те институты, которые существуют в гражданском обществе. Участники научно-практической конференции сошлись во мнении, что в условиях диверсификации экономики вопросы регулирования социально-трудовых отношений становятся наиболее актуальными. По итогам работы конференции принята резолюция. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И последнее. Получить настоящий урок от профессионалов и узнать много полезного могли студенты Карагандинского государственного университета. Сотрудники пресс-службы городского Акимата провели для будущих журналистов семинар-тренинг. Основной темой семинара стало развитие интернет-журналистики. Встреча проходила в неформальной обстановке. Главной темой семинара стало развитие интернет-журналистики. Студенты старших курсов кафедры журналистики активно участвовали в диалоге и задавали вопросы. Абельмансур Камзаев считает, что подобные мероприятия необходимо проводить чаще. Ведь они помогают узнать многое о профессии журналиста, в том числе плюсы и минусы. Если такие семинары будут у нас чаще организованы, то мы выйдем из стен нашего университета более профессиональными и подготовленными журналистами для отечественных телеканалов и развивать свою отечественную журналистику. В течение семинара участникам давались различные задания, с которыми все справлялись на отлично. Профессионалы считают, что журналист должен идти в ногу со временем и быть коммуникабельным. На сегодняшний день обороты набирает интернет-журналистика. Информация в сети должна быть краткой, четкой и лаконичной. Самое главное правило интернет-журналистов – это оперативность, считает главный редактор интернет-портала Екараганда. Меня очень удивила активность студентов. Я не ожидала, что будет столько вопросов, что информация заинтересует. И хочу сказать, что многие журналисты уже находят какие-то различия, конкретизируют эти различия работы на телевидении, работы в газетах и работы в интернет-изданиях. То есть они уже четко понимают, что от них требует та или иная сфера журналистская. И поэтому я высоко оцениваю работу журналистов, молодых журналистов, студентов. Подобные мероприятия будут проводиться периодически, говорят организаторы. В завершении всем участникам вручили памятные сертификаты. Асель Созамбаева и Сламбекоспан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин